Винтокрылый штурмовик Ми-24 Винтокрылый штурмовик Ми-24 продолжает исправно нести службу по всему миру Винтокрылый штурмовик Ми-24 стал первым советским специализированным ударным вертолетом Идея его создания принадлежит авиационному конструктору Михаилу Леонтьевичу Милю Сегодня ни у кого не вызывает сомнения, что ударный вертолет – одна из главных действующих фигур на поле боя В круг его задач входит поддержка десанта огнем, обнаружение и уничтожение бронетехники, борьба с вертолетами противника Впрочем, когда в начале 60-х Михаил Миль впервые обратился к военным с предложением создать подобную машину Его инициатива была встречена, мягко говоря, без энтузиазма Это было при мне в 1963 году состоялся большой показ на Хадынском поле Миль Когда Хрущев, Малиновский и все подошли, он как раз выступил с идеей создания боевого вертолета Там была такая перепалка с ненормативной лексикой между министром обороны Малиновским и его заместителем Гречко Гречко был ярым сторонником вертолетов, так, Малиновский нет Он говорил, да я эту там ненормативная лексика, я ее палкой собью и так далее Вот они ругались-ругались, Хрущев стоял, на них смотрел, а потом все это дело прекратил Никита Сергеевич, который отличался способностью принимать неожиданные решения Предложил провести заседание Политбюро прямо в салоне новейшего пассажирского лайнера Ил-62 На повестке дня было обсуждение перспектив авиации на следующую пятилетку Но о разработке боевого вертолета тогда никто слышать не хотел В расчет не принималось и то, что у коллектива под руководством Михаила Миля уже имелся значительный опыт по оснащению вертолетов Ми-1 и Ми-4 неуправляемыми реактивными снарядами различных калибров До этого у Ми-1 не было никакого вооружения, а Ми-4 нес на борту один пулемет Экспериментальные работы по вооружению вертолетов велись совместно с военными с конца 50-х В это время в Советском Союзе появились первые противотанковые управляемые комплексы Пусковые установки для ракет монтировали на различных транспортных платформах Первым авиационным носителем этого оружия в нашей стране стал Ми-1 Его оснастили противотанковым ракетным комплексом «Фаланга» Но, несмотря на положительные результаты испытаний вооруженных версий вертолетов ни одна из разработок не поступила в Сирию Военное руководство страны отдавало предпочтение традиционным для сухопутных сил средствам таким как танки и самолеты поля боя Так что единственным вооруженным вертолетом долгое время оставался Ми-4 В подфюзеляжной гондоле военно-транспортной модификации вертолета имелся крупнокалиберный пулемет Однако ведущие вертолетостроительные фирмы на Западе уже вовсю оснащали свои машины ракетным вооружением В 1965 году на авиасалоне в Париже Михаил Миль лично ознакомился с новинками зарубежной вертолетной техники в том числе и с американской машиной фирмы «Белл» и «Рокес» Этот многоцелевой вертолет начал поступать на вооружение армии США в 1961 году Кроме двух пилотов он мог перевозить семерых солдат в полные экипировки А в варианте вертолета огневой поддержки «Рокес» оснащался стрелковым вооружением и неуправляемыми ракетами с пусковыми установками по бокам фюзеляжа Также была предусмотрена возможность установки управляемых противотанковых ракет На Парижском авиасалоне советская экспозиция винтокрылых машин вызвала настоящий фурор Но Михаил Миль был сдержан в своих оценках В личном дневнике он написал «Во всех классах вертолетов у нас есть задел на 3-4 года вперед А в классе военных машин, таких как «Иракес» — пробел В том же 1965 году Миль добился возобновления работ над вооруженными модификациями Ми-1 и Ми-4 Одновременно были завершены испытания комплекса вооружения для вертолета Ми-8Т Эта новая машина шла на смену Ми-4 На балочных держателях по бокам фюзеляжа Ми-8 могли подвешиваться пусковые блоки с неуправляемыми ракетами калибра 57 мм Или авиационные бомбы А через два года для вертолета Ми-4 разработали комплекс К-4В Включавший в себя четыре управляемые противотанковые ракеты «Фаланга» И 96 неуправляемых реактивных снарядов в шести блоках Вместо блоков можно было подвешивать бомбы разной массы, зажигательные баки и контейнеры с различным пушечным и стрелковым вооружением Кроме того, в проемах окон и дверей монтировались пулеметные шкворневые установки Вертолет в таком варианте транспортные функции выполнять уже не мог Комплекс вооружения занимал всю полезную нагрузку Машина использовалась исключительно для огневой поддержки Комплексом К-4В было оснащено 185 машин Их эксплуатация в вооруженных силах позволила накопить опыт боевого использования таких вертолетов Обучить экипажи В середине 60-х годов в военный конфликт между Северным и Южным Вьетнамом Вмешались Соединенные Штаты В ходе этой войны американские войска широко использовали вертолетные части Они значительно повышали мобильность боевых соединений Позволяя быстро реагировать на оперативную обстановку и концентрировать силы в нужном месте Во время Вьетнамской войны американцы впервые применили боевой вертолет Это была «Хью Кобра» созданная на базе и ракеты Машина использовалась для огневой поддержки десанта В арсенале имелись неуправляемые ракеты, разнообразное стрелковое вооружение Машина получилась сравнительно компактной и маневренной Михаил Миль, безусловно, был в курсе всех мировых тенденций развития вертолетной техники Он начал прорабатывать варианты нового вооруженного вертолета еще в начале 60-х История показывает, что с развитием техники повышается мобильность сухопутных войск После Первой мировой началась механизация армии В сухопутных войсках тягловую силу заменил автомобиль Со временем пехотинцы пересели на бронетранспортеры Миль полагал, что следующим шагом в повышении мобильности сухопутных войск Мог бы стать переход на так называемые летающие транспортеры, то есть боевые вертолеты Поначалу он рисовал достаточно небольшие размерности вертолет с одним двигателем Который бы мог перевозить не только оружие и летчика, и оператора, но и отделение солдат В 60-е годы началась разработка боевых машин пехоты Оснащенных, в отличие от безоружного автомобиля и легко вооруженного бронетранспортера Целым комплексом средств поражения В Советском Союзе на полигоне Валабина полным ходом шли испытания БМП-1 Сотрудники милевской фирмы специально ездили на полигон, чтобы ознакомиться с новинкой Естественно, что у ряда конструкторов винтокрылой техники зародилась концепция летающей боевой машины пехоты Эта машина могла бы не только транспортировать пехоту к месту боя, но и оказывать огневую поддержку Такого вертолета тогда нигде в мире не было Были раздельные, либо десантные, либо боевые Михаил Леонидович решил, что нет, надо создавать вертолет, который был бы чем-то схож с боевой машиной пехоты наземных войск И он называл про себя это будущее изделие ВБМП Он нам рассказывал, что он об этом думает, что он этим занимается С этого началась работа над Ми-24 Нужно было убедить военных, что им нужна именно такая машина Она отличалась от всех зарубежных боевых машин В 1967 году Миль сумел уговорить первого заместителя министра обороны Андрея Гречко Провести научный технический совет, посвященный данной проблеме Кстати, Гречко всегда с пониманием относился к идее вооруженного вертолета Он поддержал Михаила Леонидовича во время обсуждения этой проблемы Там была дана путевка в жизнь этому вертолету Сотрудники конструкторского бюро подготовили впечатляющие плакаты, отображавшие новую концепцию Миль столь глубоко проработал все основные вопросы, детально вникая в сугубо военные проблемы Что даже Гречко не выдержал и попросил главного конструктора оставить хоть что-нибудь для изучения военным специалистам Их отзывы были самыми различными, в том числе и резко негативными В частности, начальник главного политического управления советской армии генерал Алексей Епишев заявил Нужно посадить главного конструктора на вертолет и отправить на нем повоевать Чтобы он сам убедился, какую ерунду предлагает Но Михаил Миль прекрасно понимал, что он предлагает Для него концепция вооруженного вертолета была не нова Концепцию вооружения он разрабатывал еще на предшественных вертолетах на автожирах Перед войной Милем и его соратниками была разработана концепция боевых автожиров для Красной Армии Это и автожир-корректировщик, и автожир-истребитель автожиров Но при тогдашних условиях это воплотить не удалось В годы Великой Отечественной войны Михаил Леонидович Миль занимался вопросами повышения устойчивости управляемости самолета-штурмовика Л-2 И результатом его работ стала кандидатская диссертация, посвященная вопросам динамики Самолет специально предназначен для непосредственной огневой поддержки войск О всех сложностях и опасностях работы штурмовой авиации конструктор знал не понаслышке Миль основательно подходил к любым задачам, которые ему предстояло решить Несмотря на разногласия между противниками и сторонниками боевого вертолета ОКБ Миля все же получило задание подготовить техническое предложение по боевой машине Такое же задание получило и конструкторское бюро Николая Камова Очень быстро милевцы разработали два техпредложения Первое — семитонный вертолет с одним перспективным двигателем Второе — вертолет массой 10,5 тонн и двумя двигателями В сборочном цехе даже соорудили несколько разных макетов ОКБ Николая Камова предложило более дешевое решение проблемы Вооруженный вариант уже существующего и широко применяемого во флоте корабельного вертолета К-25 Ухтомским вертолетным заводом давно проводились работы по оснащению этого аппарата различными системами вооружения, в том числе и ракетами класса воздух-поверхность Некоторые из военных специалистов склонялись принять предложение Камова Но в конечном итоге выбор был сделан в пользу двухдвигательного вертолета Миля Заказчики приняли аванпроект Но потребовали заменить пушку ГШ-23 на скорострельный крупнокалиберный пулемет Кроме того, в качестве основного противотанкового средства предусматривался перспективный комплекс «Штурм» со сверхзвуковой ракетой и полуавтоматической системой наведения Вертолет должен был оснащаться новыми прицельным и навигационным комплексами Машина получила рабочее обозначение В-24 Разработка эскизного проекта началась в мае 68-го года Несмотря на большую загруженность другими проектами Михаил Миль лично руководил разработкой нового вертолета Все организационные вопросы решал заместитель Вячеслав Кузнецов Один из старейших советских вертолетостроителей Он работал с Милем еще с довоенных лет В феврале 69-го правительственная комиссия утвердила макет боевого вертолета А в июне был построен первый опытный экземпляр Быстрый темп разработки В-24 во многом связан с решением Миля Унифицировать значительную часть наиболее сложных и ответственных агрегатов В-24 С вертолетами Ми-8 и Ми-14 Это были в первую очередь двигатели, втулка, автомат перекоса, рулевой винт, часть трансмиссии Опробованный на Ми-14 новый двухвальный двигатель ТВ-3-117 Главного конструктора Сергея Изотова Был в то время одним из лучших И не уступал по своим показателям зарубежным образцам Летом 69-го министр авиационной промышленности Петр Дементьев Решил выяснить, как продвигаются работы над новым вертолетом Для этого он вызвал к себе ведущих специалистов ОКБ во главе с Милем Было совещание очень узкое у него в кабинете Были только руководители министерства И очень небольшое количество приглашенных от смежных предприятий Миль поручил доложить мне на это совещание Я развесил этот плакат То, что ничего кроме плаката в то время для докладов не существовало И начал докладывать И наблюдал, как постепенно багровел Дементьев Наверное, на десятой минуте он не выдержал Взорвался и разразился жуткой бранью В адрес мой, там Михаил Леонидович Что такое? Основной смысл был такой Что вот Мало мне Пумы А это был комплекс для самолета Су-24 Который доставлял много хлопот Мне тут Яблонский еще какого-то Пуменка нарисовал Сложнейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования Для фронтового бомбардировщика Су-24 Требовал участия большого количества смежников И был постоянной головной болью для Дементьева Да, и он сказал Нечего вам дурака валять Вот есть там самолетные всякие агрегаты Вот вы их берите и приспосабливаете Вот АСП-17 есть прицел летчика Вот есть зорница для танка, для БРДМ, для наведения ракет Вот ее пусть вам Красногорск немножко подправит Дальномер Вот все берите, собирайте А для турели А что это тут разрабатывать? Вот есть Ту-16, на нем стоит турель Прицельная станция КПС-53 Вот это все ставьте И в результате это нанесло вот это совещание Ну, непоправимый вред этому вертолету Потому что мы вместо стройного вот такой комплекса, системы Получили разрозненные отдельные элементы Которые между собой никак не были связаны Эти все смежники, как лебедь, рак и щука В разные стороны тянули Взаимодействовать никто не хотел Программа заводских испытаний началась осенью с подъемов на привязи А 19 сентября новый вертолет впервые совершил свободный полет Управлял машиной летчик-испытатель Герман Алферов Традиционно Михаил Леонтьевич Миль Лично наблюдал за первым вылетом Но дальнейшие испытания проходили уже без него Непомерные нагрузки сказались на здоровье конструктора Через несколько месяцев после первого полета В-24 Михаил Миль ушел из жизни в возрасте 60 лет Работу над новой машиной продолжили соратники Михаила Миля КБ возглавил бывший заместитель генерального конструктора Марат Николаевич Тищенко Оба первых экземпляра В-24 Собранных опытным производством московского вертолетного завода Были использованы для летных испытаний Вслед за ними заложили опытную серию из 10 вертолетов Пять строились на МВЗ Остальные на Арсеньевском машиностроительном заводе «Прогресс» Государственные испытания первых прототипов начались в июне 70-го И продолжались полтора года Они велись интенсивно И в целом подтвердили предварительные расчеты При испытаниях В-24 успешно решили ряд проблем прочности и ресурса Были приняты меры, направленные на исключение повышенных вибраций Однако испытатели встретились и с рядом проблем Которые потребовали внесения существенных изменений в конструкцию вертолета Для улучшения боковой устойчивости на больших скоростях Было принято решение установить на машину крыло не под прямым углом А с отрицательным поперечным В Вертолет Ми-24 построили значительно раньше Чем комплекс вооружения, под который он разрабатывался Комплекс «Штурм» и скорострельный пулемет еще не были готовы Поэтому первые образцы боевого вертолета Оснастили комплексом оружия К-4Б Он, как мы помним, хорошо зарекомендовал себя На вооруженных модификациях Ми-4 и Ми-8 В носовой части вертолета смонтировали Одноствольный пулемет калибра 12,7 мм с ручным управлением Пусковые установки для противотанковых ракет «Фаланга» Разместили на рамах вдоль фюзеляжа Но, как показали испытания, ракета при сходе летела неустойчиво И могла задеть фюзеляж Рамы пришлось убрать А по концам крыла добавили вертикальные пилоны С направляющими для противотанковых управляемых ракет Так вертолет получил свой характерный силуэт А потом стали на 24-й вешать неуправляемые реактивные снаряды Пулеметы, гранатометы, баки с напалом вообще И все это нужно было испытывать Параллельно с испытаниями вертолета дорабатывались двигатели Ресурс первых образцов измерялся буквально часами Пока шли испытательные пуски ракет и отработка вооружения Двигателисты тщательно контролировали работу силовых установок На экспериментальных машинах Двигатели, которые впервые стояли Все, что можно Какие там болезни Зависание двигателей Помпаж Ну и прочие недостатки И вот это все боевое применение Двигателисты сидели там, крутили, вертели Ну, потом, наверное, довели В процессе разработки новой прицельной системы и вооружения Конструкторы выявили, что кабина В-24 Слишком тесна для размещения в ней комплекса «Радуга-Ф» Этот комплекс предназначался для полуавтоматического наведения Противотанковых ракет и скорострельного пулемета В ОКБ было принято решение удлинить передние кабины На двух опытных прототипах На них же впервые установили и крыло новой конструкции Так в конце 70-го года Появилась первая модификация В-24 Запущенные в том же году в серийное производство На Арсеньевском заводе вертолеты Строились с удлиненными кабинами и V-образными крыльями Кроме того, по требованию заказчика Кабину оператора также оснастили педалями и ручками управления На случай ранения летчика Машина поступила в войска под обозначением Ми-24А В следующем году после госиспытаний Модификация была официально принята к пробной эксплуатации в частях ВВС Мое личное знакомство с вертолетом Ми-24 состоялось в 1972 году На станции сборки на аэродроме Броды Ну и я могу с уверенностью сказать, что это была любовь с первого взгляда Ми-24А, наверное, он был немножко неказистый Квадратная кабина Но вот именно то, что он боевой И все лейтенанты тогда формировались полки Два полка формировались только в Прикорпатском округе Конечно, были сразу влюблены в эту машину, именно потому что он боевой Установленный комплекс вооружения, он уже был по самому себе притягательным Другие пилотажные характеристики Скоростные характеристики И вообще вот этот переход с поршневого на реактивное Вертолеты Ми-24А строились заводом в Арсеньеве в течение пяти лет В его выпустили около двух с половиной сотен этих машин Опыт эксплуатации Ми-24А Внес большой вклад в их дальнейшее совершенствование и доводку Повышение надежности и эффективности Параллельно с внедрением в серийное производство вертолетов Ми-24А ОКБ продолжало совершенствовать комплекс вооружения Новая опытная модификация получила название Ми-24Б Она отличалась подвижной установкой со скорострельным четырехствольным пулеметом Якушева-Борзова калибра 12,7 Установка оснащалась аналоговым вычислителем Который автоматически вводил поправки в стрельбу в зависимости от условий полета На вертолет установили комплекс противотанковых ракет «Фаланга-П» С полуавтоматической системой наведения Это повысило частоту попадания ракет в цель в 3-4 раза В процессе наведения ракеты на цель Гиростабилизированный прибор наведения позволял вертолету маневрировать в пределах плюс-минус 60 градусов по курсу Это существенно повышало боевую эффективность машины Опытные Ми-24Б успешно прошли первый этап испытаний, но их доводка была остановлена Эксплуатация Ми-24А в частях выявила серьезный недостаток Неудовлетворительный обзор из кабины летчика Кроме того, размещение летчиков в одной кабине повышало опасность их одновременного вывода из строя в боевой ситуации В начале 71-го года была спроектирована принципиально новая носовая часть Теперь летчик и оператор размещались тандемно и на разных уровнях В узких изолированных и хорошо защищенных кабинах Обе кабины имели лобовые бронестекла Была решена еще одна задача Обеспечен широкий обзор прибора наблюдения системы «Радуга-Ф» И антенник командной радиолинии управления Строевые летчики нередко жаловались, что на некоторых режимах полета Им не хватает запаса путевого управления На создаваемой модификации эта проблема была решена путем переноса рулевого винта С правого борта на левый Винт из толкающего превратился в тянущий И за счет изменения направления вращения Его тяга значительно увеличилась Что касается вооружения, то помимо скорострельного пулемета На новой машине предусматривалась и установка комплекса Сверхзвуковых управляемых противотанковых ракет «Штурм» Но его доводка затянулась В 1973 году этот вариант вертолета был запущен в серийное производство С комплексом «Фаланга», как у Ми-24Б Эта промежуточная модификация получила обозначение Ми-24Д К серийному выпуску, помимо завода в Арсеньеве Подключили ростовский вертолетный завод Испытания долгожданного противотанкового комплекса «Штурм» Со сверхзвуковой ракетой завершились в ноябре 1975 Вертолет, наконец, получил тот облик Который предусматривался заказчикам еще в самом начале разработки машины Таким образом, на доводку вертолета ушло почти 8 лет Причем большая часть этого времени была потрачена на согласование И создание прицельных систем и комплексов вооружения Эта модификация получила обозначение Ми-24В Постановлением правительства от 29 марта 1976 года Вертолеты Ми-24Д и Ми-24В были официально приняты на вооружение К этому времени в строю находилось уже около 400 аппаратов разных модификаций Ми-24 очень быстро завоевал к себе доверие в строевых частях На самом деле рождалась боевая армейская авиация Рождались новые принципы ее применения И самое главное на тот момент, что вертолет настолько легко проходил все модернизации И вот эта цепочка, мы не успевали, как говорится, отслеживать и влюбляться Из Ашки появлялась Дэшка, потом Вэшка, потом Пэшка, Вэпэшка И каждый вертолет приносил что-то новое, которое, в общем-то, заставляло и нас всех подтягиваться Потому что другие комплексы навигации, комплексы вооружения Все это менялось настолько быстро и оперативно Поэтому на тот момент, вот Ми-24, став массовым вертолетом в армейской авиации Он занял, так сказать, сразу золотой пьедестал Действующий летный состав быстро осваивал новую машину А для первоначальной летной подготовки курсантов училищ Были созданы учебные модификации вертолета Обучение молодых летчиков боевому применению Происходило непосредственно в строевой части Или в специальных центрах боевой подготовки МИ-24 применялся для решения задач общеармейского характера в трех основных вариантах В боевом — для борьбы с танками, огневой поддержки наземных войск и тактических десантов Уничтожение точечных целей, опорных пунктов и живой силы противника В транспортном варианте — для высадки тактических десантов Перевозки войск, грузов и для снабжения передовых частей В санитарном — для эвакуации раненых Многоцелевой ударный вертолет МИ-24В Диаметр несущего винта — 17,3 метра Длина фюзеляжа — 17,5 метра Максимальная взлетная масса — 11 500 килограммов Максимальная грузоподъемность — 2400 килограммов Силовая установка — два газотурбинных двигателя мощностью 2225 лошадиных сил каждый Экипаж — три человека Максимальная скорость полета — 320 километров в час Практическая дальность — 595 километров Вооружение — четырехствольный пулемет Як-Б калибра 12,7 миллиметра Неуправляемые ракеты, бомбы, подвесные контейнеры Противотанковый ракетный комплекс «Штурм» Вертолет обладал высокими маневренными и скоростными характеристиками На облегченном варианте этой машины Женским экипажем в составе летчицы Галины Расторгуевой и штурмана Людмилы Полянской В 1975 году были установлены сразу несколько мировых рекордов скорости и скороподъемности Из соображений и секретности рекордный вертолет назвали А-10 А летчиц для прессы сфотографировали в кабине Ми-8 В 1975 году на этой же машине летчик-испытатель Гурген Карапетян Установил абсолютный мировой рекорд скорости для вертолетов 368,4 километра в час Этот рекорд продержался более 10 лет Конструкция вертолета с технологической точки зрения была очень хорошо продумана Освоение в серийном производстве проходило без особых проблем Все машины, которые строились на ростовском вертолетном заводе, отправлялись на экспорт При разработке конструкции Ми-24 был предусмотрен конструкторско-технологический разъем Скажем, хвостовая балка вместе с келевой имеет стык с центральной частью Это выполнено очень удобно при изготовлении этого вертолета То есть отдельно изготавливается хвостовая балка Отдельно изготавливается центральная часть фюзеляжа Выполняются какие-то предварительные монтажные работы внутри этих агрегатов А после этого производится стыковка Но секрет состоит еще в том, что благодаря этому разъему Мы в свое время поставляли вертолеты в разобранном виде В специальных контейнерах, которые, в общем-то, не похожи были на вертолеты А поставка производилась в этих двух таких довольно-таки больших ящиках Железнодорожным составом, авиационным транспортом, каким угодно И не каждый мог догадаться, что внутри находится боевая машина Вот это было очень удобно как при серийном производстве Так и при доставке этих вертолетов в точку эксплуатации Ми-24 имел высокую конструктивную преемственность с Ми-8 и амфибией Ми-14 Силовая установка вместе с несущей системой у обоих вертолетов были практически идентичными Это лучшим образом сказывалось на удобстве обслуживания, особенно в полевых условиях Как и у Ми-8, чтобы попасть наверх, стремянок не требовалось Капоты двигателя открывались вручную и превращались в удобные трапы По которым можно было легко добраться до труднодоступных мест В отличие от восьмерки, Ми-24 имел широкую хвостовую балку Которая заканчивалась большим килем При полете на максимальной скорости Киль создавал две трети боковой силы Необходимые для уравновешивания реактивного момента несущего винта Крыло, установленное на вертолете Разгружало несущий винт, позволяя сохранить его ресурс Высокие скоростные данные, помимо совершенной аэродинамики Обеспечивались и за счет убирающегося шасси Впервые примененного на отечественных винтокрылых аппаратах Топливная система Ми-24 состояла из пяти мягких протектированных баков Общей емкостью 2125 литров Подача топлива не прерывалась при повреждении любого из баков В перегоночном варианте внутри грузовой кабины Дополнительно устанавливались два металлических топливных бака Особенностью компоновки вертолета является Наклон вправо на 2,5 градуса вала несущего винта Вместе с силовой установкой Это было сделано для повышения точности стрельбы из неподвижного оружия Дело в том, что характерными особенностями динамики полета вертолетов классической схемы Являются висение с небольшим креном и полет с небольшим скольжением Благодаря конструктивному наклону вала несущего винта Крен и скольжение вертолета получились минимальными Для повышения боевой живучести вертолета Элементы конструкции, оборудования, сидения, экипажа бронированы А важнейшие системы дублированы На случай ведения боевых действий в зонах радиационного и химического заражений Кабину вертолета сделали герметичной В ней поддерживалось небольшое избыточное давление А поступающий воздух очищался и кондиционировался Комплекс бортового пилотажно-навигационного и радиоэлектронного оборудования Обеспечивал стабилизацию в полете Облегчал пилотирование и позволял выполнять полет днем и ночью в любых метеоусловиях Висение над заданной точкой могло выполняться в автоматическом режиме В дополнение к основному навигационному оборудованию На машину установили доплеровский комплекс При полете над равнинной местностью он позволял определять истинное местоположение вертолета Которое отображалось на специальном планшете Но, как правило, самым лучшим навигатором были навыки штурмана, карта, карандаш и линейка К концу 70-х советские вооруженные силы в полной мере освоили Ми-24 Были разработаны основные тактические приемы применения и взаимодействия с наземными войсками В эксплуатации проявились всесильные и слабые стороны машины И определились направления совершенствования Но самое главное, ни одни многочисленные армейские учения теперь не обходились без применения ударных вертолетов То взаимодействие, которое появлялось на учениях, наверное, и порождало то восхищение всех родов и видов Которые видели, что же теперь стало возможным делать на вертолетах в интересах решения основной задачи Поддержки сухопутных войск В скором времени этому боевому винтокрылу предстояло пройти проверку в реальных боевых условиях Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон